приветствую друзья на канале викинг сегодня покажу как я на своей воле проходил техосмотр что я сделал и сколько там не стоило видео будет состоять из трех частей первая часть как я проходил техосмотр не дали список там надо было исправить брызгалки на фары полировать фары поменять выхлоп и все в таком духе в общем про выхлоп могу сразу сказать поскольку у меня машина единорог это не просто в 70 который выглядит как обычный 80 снаружи это be full завода то есть соответственно там есть ниши на заводе задуманные под баки для газа соответственно место под выхлопную трубу было меньше и там сделали специальный выход на заводе соответственно когда я купил выхлопную трубу от 80 она не подошла и пришлось переделать всю эту систему этого к сожалению видео не будет потому что по-моему эти видосы удалил я сделал брызгалки то есть на фары отполировал фары тоже это все сделал сам я думаю не буду это дело вам на видео показывать потому что это скучно и я не думаю что там что-то инновационное вы увидите а вот как я определял поломки по электронике это и вам продемонстрирую подписывайтесь на канал ставьте лайки нажмите колокольчик поехали даль в пол нажал я нифига не едет обороты скорость педаль в пол немножко при отпуская вот она как-то начала дергаться разгоняться по чуть-чуть куда копать парни интересно ошибок таких очевидных не видно педалью надо как-то играть чтобы она что-то где-то не начала чуть-чуть разгоняться это еще не в гору она тут обычно залетает вообще в путь то есть вот сейчас поставим на нейтраль таком такие странные цифры вообще под замену расходомер воздуха компьютер к тому ошибку не показал даже воздух показывал что идет но методом скидывания фишек проверяя раб раба при скидывании фишки машина переходит в работу без датчика она думает то есть ставит настройки то что температура воздуха входящего 30 градусов тепла объем рассчитывает по объему горшков но но скинув фишку я увидел что мощность появилась но качество езды стало так себе так скажем потому как сейчас зима и температура воздуха далеко не 30 градусов тепла а минус и вы понимаете что количество воздуха было совершенно иное нагнетено в цилиндры соответственно датчик под замену и машина поехала а здесь я заподозрил что-то неладное при диагностике экологии циферки были красные ну потом мне сообщили что смесь бедная соответственно много кислорода мало топлива в общем по газу вопрос довольно непростой диагностировали конкретно газ потому что это газовый автомобиль здесь мне пришлось анализировать сразу несколько переменных во первых у меня стоит не оригинальный газовый компьютер во вторых я совсем недавно менял лямбду и провода какие куда идут в лямбде я точно не знаю там я знаю что идут два провода на питание этой лямбды два провода сигнал один из них ground другой сигнал я думаю можете провода перепутал из-за этого такая делега но я смотрел схему в итоге качаю заново схему еще читаю форумы и начинаем диагностировать лямбду здесь мы видим схему пятицилиндрового двигателя 2 и 4 литра и здесь вот это у нас 2 лямбда это у нас 1 лямбда видим расцветку проводов green brown blue red green red yellow white и для бифу green brown то есть это дополнительный проводочек для бифу идет схемы кому нужны в принципе в доступе лежат volvo в этом плане красавчики они все выложили в доступ здесь есть информации по заслонкам и где чего где какие провода должны быть у этой лямбды соответственно видим что идут провода на так скажем сразу в эбэу в ецм единственный проводочек которые не напрямую идет в ецм это у нас типа плюсик который у нас справляется непосредственно релюшечкой главной головной реле но это меньше всего нас волнует дабы здесь идет подогрев непосредственно лямбды через шим то есть она включается не сразу подает 12 вольт и и все она вначале подает типа небольшого шима а потом только когда она немножко подогреется когда конденсат испарит тогда уже начинает прогревать лямбду по полной ну так ладно давайте вернемся к машине четко отобразить качество впрыска от лямбды не газовый компьютер не диагностический кабель дает отобразить не смогут для этого надо использовать осциллограф чтобы более тонко видите более четко в микросекундах этот впрыск осциллограф у меня имеется но он у меня не автономный то есть работает нет батареек и от 12 вольт он тоже не работает соответственно надо будет заколхозить какой-нибудь удлинитель а до машины далеко или будем делать упс и на этой ноте мы закончим эту серию в следующей серии я изготовлю аккумулятор для упса я сделаю его из лития это будут батарейки 18650 я напечатаю крепление для батареи на 3d принтере мы спаяем аккумулятор поставим его в упс и уже мы автономненько понесем наш осциллограф к автомобилю где бы он не находился без всяких проводов 220 вольт и ставьте лайки жмите колокольчик делитесь этим видео своими друзьями